4 августа в деревне Кузьмино в рамках выездной администрации состоялась встреча главы Сергеева-Посадского городского округа Михаила Токарева и его заместителей с местными жителями. У людей было немало наболевших тем для дискуссий. Магазин нет, потому что все можно капитерочка, а у нас его нет. И аптеки нет. И куда за какой таблеткой, мы должны куда-то ехать в Закурск. Вот с такими вопросами, чтобы у нас все хорошо было. У нас нет, мы как будто живем как отшельники. Там это или все нет. Нам даже хотелось бы по-человечески жить. Вот первый вопрос. У одной женщины спросили, какой у вас вырожай? А вы знаете хороший борщевик? Оборваться никто не хочет. Я пришла с вопросами по поводу утечки воды. Трубы старые, утечки есть, сообщаем о них наверх. Жители деревни в формате живого общения могли подойти к любому сотруднику администрации и задать интересующие их вопросы. Вот поставили вот эти водки для очистки воды. Я не знаю, работают они или не работают. Говорили, что один из миллионов они стоят, а теперь якобы 19. Ну у нас вода, я вот оставила там воду, я показывала вода вот такого цвета. Жуете, да? Я вынуждена 10-литровую кастрюлю кипятить, отстаять и потом на ней готовить кушать себе. Вот и борщи-прощи-порщи. По некоторым просьбам жителей работа была начата еще до этой встречи. Оставалось лишь отчитаться о результатах. Вот насчет детских просьбов. В этом году у нас, конечно, зимой там и чистили, все нормально, у нас претензий никаких нет. У нас сейчас не покрашена она, полы все сломаны. Буквально на той неделе были составлены акты, да, по всем полам, ну что это. Ну да, она качель была сломана, по помещению. Да, 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 да. Это было такое, да. Я думаю, что нам дайте полы, там вот две недели, мы за две недели восстановимся, причем еще и приедем и покрасим. Это в работу уже взяли, да, акты все составлены, каждый болтик, каждую дощечку, все, да. И пол, главное, вероятность. Я для себя отмечаю интересную деталь, что мы встречаемся с жителями в городе, причем не важно, в Сергиево-Посаде, в Ходьково, в Пересвете, либо приезжаем от деревни в такие сельские населенные пункты. Первый вопрос, это не проблема, я бы не сказал, что это проблема, вопрос. Чуть-чуть усилить, подкрутить работу управляющей компании, это первый вопрос. Потому что много возникает нареканий, объективно, жилой, всего доброго, до свидания. Жилой фонд не новый везде, да, не в городе, не на селе, поэтому, конечно, вот работа управляющей компании, наверное, это первый вопрос. Второй вопрос, ну, который сегодня прозвучал здесь, да, безусловно, это более, как бы сказать, качественное, что ли, внимание к очистным сооружениям. Есть вопросы, действительно, они тоже здесь с 80-х годов, конечно, потихонечку все приходит в негодность. И вот здесь работа водоканала, наверное, как никогда должна себя что-то показать. Понятно, что невозможно одномоментно реконструировать, построить новые, но тот необходимый, где-то текущий ремонт, да, каких-то узлов капитальный ремонт, конечно, более, ну, более трепетный, я бы сказал. К этому надо подходить, а о чем мы нашим коллегам обязательно, так сказать, на пути истины их наставим. Правильные такие форматы, когда мы все вместе приезжаем в отдаленную территорию, а Кузьминове, это уж точно отдаленную территорию, мы тоже сейчас с местными жителями разговариваем. До Талда мы должны им доехать ближе, да, чем до Сергеева Посада. Поэтому, конечно, такая работа должна быть, она будет, и нет сомнений, что вместе, да, при разговоре мы все проблемы будем решать. Владимир Новоселов, Данила Кочемазов, День города.